Самарская среда Как в Самаре должны обрабатывать улицы, парки и другие общественные территории от коронавируса? Есть ли технические ресурсы, чтобы вовремя проводить эти работы? Кто должен дезинфицировать территорию вокруг многоквартирных домов? Как в условиях самоизоляции проводится месячник по благоустройству? В нашей студии Александр Андреянов, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара, руководитель управления благоустройства. Александр Вячеславович, рад вас видеть. Добрый вечер. Частота – залог здоровья. Сейчас эта старая пословица обретает новый смысл, становится особенно актуальна. В Самаре активно проводят санитарную обработку города. Мы это наблюдаем своими глазами. Это очень хорошо. Как выглядят стандарты этой работы с точки зрения технологической? Как часто должны обрабатываться каждая улица, каждый парк, другие общественные территории? Действительно, с 31 числа, это всем известно, мы перешли на режим самоизоляции и, соответственно, по рекомендациям Роспотребнадзора проводится санитарная обработка города. Особых рекомендаций по степени обработки и по частоте обработки Роспотребнадзор не дал. Есть рекомендации по тому, какими средствами обрабатывать. Это, в частности, хлорамин Б, то, что в основном применяется в Самаре. Начиная с 31 числа мы начали обрабатывать парки, скверы, дороги. У нас всего 635 дорог, которые являются дорогами с твердым покрытием. Из них 325 – это те дороги, на которых ходит общественный транспорт. 151 – общественное пространство, из них 139 скверов, 11 парков и большой комплекс. Одно – это набережная, первая, вторая, третья, четвертая очереди. По состоянию на 10 число все 635 улиц у нас обработаны однократно. Сейчас мы пошли по второму кругу. Набережные и парки у нас обрабатываются практически ежедневно, начиная с 31 числа. Скверы обрабатываются, ну, их самое большое количество, обрабатываются уже тоже в повторном варианте. Сейчас на данный момент уже по второму кругу обработано порядка 28 скверов на сегодняшний день. Небольшое влияние погодных условий, начиная с 31 числа. У нас было два дождливых дня, и вот во время дождливых дней, естественно, санитарную обработку мы останавливали. Одновременно, конечно, обрабатываются в ежедневном режиме остановки. По транспорту, наверное, тоже всем известно, что это идет ежедневная обработка. Хоть я и не представляю департамент транспорта, но обработка транспорта внутри идет постоянно и ежедневно, даже по нескольку раз в день. Внутри домов лифты, двери общего пользования. Да, тоже как бы обрабатываются у нас ежедневно. Вот, да, еще подземные переходы. У нас в Самаре тоже четыре подземных перехода обрабатываем два раза в неделю. Подземные переходы, это имеется в виду и там, где метрополитен расположен, и там, где у нас просто подземные переходы. Да, 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 абсолютно правильно. На перекрестках дорог. Да. Вот еще раз, давайте уточним, какие территории обрабатываются ежедневно? Потому что для всех жителей Самары это особенно важно, как бы людям по понятным причинам. Ну, ежедневно у нас обрабатываются набережные, ежедневно обрабатываются парки. Парки, набережные? Парки, набережные, ежедневно обрабатываются остановки, улицы обрабатываются в среднем от 70 до 100 улиц в день. Стандарты какие-то вот есть, скажем так, какое количество времени нужно потратить на остановку, какое количество там средств нужно вылить и так далее, чтобы это делалось качественно? Как таковых стандартов, еще раз повторяю, нету. Есть только рекомендации, какими средствами обрабатывать. Но при всем при этом, естественно, остановка обрабатывается так, чтобы она была полностью обработана, ни одного пространства не было, ну, не обработано. Лавочки в парках, на набережной обрабатываются тоже полностью. Урны обрабатываются полностью. Детские площадки, спортивные площадки обрабатываются полностью так, чтобы сухих мест не оставалось. Поэтому в зависимости от объема детской или спортивной площадки, то количество времени, оно ненормативно, сколько надо, чтобы было полностью обработано. Вот, собственно, такой подход. Если местные жители захотят, допустим, посмотреть, как это делается, это нормально? Это вообще возможно? Потому что сейчас на самоизоляции, например, выйти во двор? Прежде всего, режим самоизоляции, он говорит о том, что мы должны находиться по мере возможностей, я имею в виду, если нет производственной необходимости, мы должны находиться в домах и не выходить. Естественно, если из окон это можно посмотреть, пожалуйста, ради бога. Хотя, конечно, мы иногда наблюдали картину, что люди подходили и смотрели это воочию. Когда это происходит, мы обычно предупреждаем, потому что, несмотря на то, что хлорсодержащее вещество, хлорамин В, оно является третьим классом опасности, в принципе, менее, не очень опасно для человека. Все-таки в момент обработки вдохнуть парой это не есть хорошо для человека, и могут быть различного рода осложнения, в том числе кожного, и внутрь лучше это не вдыхать, конечно. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, и затем мы продолжим нашу беседу. Дезинфицирующим раствором подъезды сотрудники управляющей компании обрабатывают ежедневно. После влажной уборки антисептическим средством покрывают все, с чем могут соприкасаться жильцы. Все как положено моем, обрабатываем. Кнопочки, лестницы или лифты, зеркала, перилки, ящики. Управляющие компании Самары усилили работу по уборке подъездов по поручению главы города Елены Лапушкиной. Особое внимание уделяют и дворам. В Самаре начали огораживать игровые площадки. На период ограничительных мер, которые введены в регионе, Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить пребывание малышей на улице. Конечно же, мы натягиваем ленту сигнальную, которую постоянно срывают, но исправляем, чтобы люди не скапливались в одном месте. Горожанам разрешено выходить на улицу только в случае крайней необходимости – в аптеку, в магазин за продуктами или на прогулку с собакой, не дальше 100 метров от дома. На работу можно идти только с подтвержденной работодателем справкой по специальной форме. Александр Вячеславович, если говорить о многоквартирных домах, о чем сейчас шла речь, то ответственность за прилегающую территорию несут собственники домов. То есть управляющие компании или товарищества собственников жилья, которые жильцы, собственно говоря, нанимают для оказания услуг себе же. Как они обязаны обрабатывать территорию? Ну, вот даже то, что сейчас в сюжете было сказано и показано, то, что идет обработка точек массового соприкосновения, скажем так. То есть это ручки входных дверей, лифты, кнопки лифтов. Эта обработка должна проходить ежедневно. Но в условиях управляющей компании, насколько я знаю, вот сама эта услуга, естественно, не предусмотрена. Поэтому управляющая компания делает это либо за счет собственной прибыли и потом решает с собственниками жилья на общем собрании, что это пойдет в накладные расходы. Либо это решение собрания должно быть до приведено и, соответственно, внесено в расходы управляющей компании. Всего у нас на территории города 10 249 МКД, 25 почти 700 подъездов и 7 674 лифта. Дворовых территорий 2617. Вот по состоянию на вчерашний день все вот эти вот лифты, подъезды, дворы были обработаны семикратно. Семикратно? Семикратно, начиная с 31 числа. То есть работа идет все равно интенсивно, несмотря на то, что и управляющие компании, да и наши муниципальные предприятия, обрабатывая сейчас улицы, общественные территории, они несут затраты на это. Ну, здесь, наверное, знаете, даже какой-то момент, наверное, моральный, потому что мы прекрасно понимаем, что происходит вокруг нас. Конечно, не все измеряется деньгами. Не все измеряется деньгами в данном случае. То та ситуация, в которой мы все оказались, она вот, ну, экстремальная, как ни говори. И, соответственно, нужно просто к ней подходить, вот, немножко с других, наверное, мерок. Абсолютно правильно. Здесь уже должны быть какие-то другие, наверное, моральные нормы. И основное сейчас это сохранение здоровья и, как ни печально, жизни наших граждан, граждан города. Продолжая разговор о дезинфекции города, сколько единиц техники на сегодняшний день задействовано в работе? Потому что, ну, понятно, ее должно быть максимально много. И какие средства, ну, какие средства вы уже сказали, почему именно они? Потому что, наверное, ведь есть определенный, ну, палитр, определенная линейка дезинфицирующих средств. По технике, те, кто обрабатывает дороги и общественные пространства, в среднем в день у нас задействовано порядка 30-33 поливомоечных машин. Начиная со среды прошлой недели к нам подключилась МЧС. Она дала нам три автомобиля, которые у нас задействованы чисто на обработке остановочных павильонов. Люди работают, ну, во-первых, они профессионалы, действительно, да, в отличие от того, что наши муниципальные предприятия, все-таки для них это достаточно новая функция с точки зрения санитарной обработки. Значит, в среднем 33 машины поливомоечных. Восемь у нас пылесосов. Хотя они здесь, может быть, с точки зрения санитарной обработки и менее нужны, но предварительно территорию убрать с территории мусор, пыль, это тоже очень важно. Тем более, это еще в параллели идет и, действительно, с месячником, который у нас никто не отменял, и он идет в рамках подготовки города уже к летнему периоду. Парки, подземные переходы у нас обрабатывают сотрудники со специальными ранцами. Таких у нас 12 ранцов, то есть за спиной у них ранец с дезинфицирующим раствором, и они при помощи распылителя обрабатывают поверхности. 12 ранцев таких опрыскивателей. Вот, собственно, это техника, которая применяется ежедневно. По обработке дорожной сети процесс, собственно, идет следующим образом. Сначала помывка шампунью, где-то через 30 минут идет повторная обработка уже орошением дезинфицирующим средством. Вот такой процесс. Ну, собственно, то же самое дорожки в парках, на набережные, то есть здесь все одинаково. Почему именно вот это средство? Ну, оно может быть наиболее доступно. Оно широко применяется в народном хозяйстве, применяется в общепите, при обработке бань и других общественных, таких мест общественных. Ну и достаточно дешево все равно это тоже, к сожалению, и наиболее доступно. Вот именно поэтому оно было выбрано. То есть оно соответствует всем параметрам. Ну и естественно, оно рекомендовано Роспотребнадзором. То есть оно гарантированно эффективно? Абсолютно правильно. Вот на ваш взгляд, нам сейчас достаточно технических ресурсов для того, чтобы обрабатывать. Есть ли возможность еще откуда-то привлечь? Может быть, какие-то частные компании? Технических ресурсов сейчас вполне хватает. Вполне хватает запасов и хлорамина Б, и запасов шампуня. В среднем у нас муниципальные предприятия сейчас имеют запас на 10-дневную работу. И постоянно подкупают, поэтому здесь вопросов никаких нет. С точки зрения техники, техники тоже хватает. Единственное, что мы ожидаем, нас здесь немножечко подводит погода. Мы можем перейти в круглосуточный режим. И вот то, что я вам сказал, что обработка улиц, речь, конечно, идет о дорожной сети, потому что парки и скверы обрабатываются только в дневное время суток, в ночное это затруднительно. А уличную дорожную сеть мы можем обрабатывать и ночью, но, к сожалению, погодные условия и ее нестабильность пока не позволяют нам перейти и на ночной режим. Мы ожидаем, что со следующей недели температуры устоятся ночные, не будет минусовых температур, и, соответственно, обработка будет проводиться еще и ночью. Мы тем самым увеличим темп обработки улиц и можем переходить уже там. Ну, если мы, начиная с 31-го, практически при двух неработающих, я имею в виду дождливых днях, когда мы не проводили санитарную обработку, прошли все 635 улиц, то при ночной, то есть, по сути, круглосуточной работе мы практически сократим время в два раза и при необходимости количество оборотов условно увеличится. То есть в идеале вы планируете работать ночью, когда дороги все равно свободнее, потому что, несмотря на... Конечно. Я хочу отметить, что режим самоизоляции в этом отношении действительно помог. Все-таки автомобилей значительно меньше в городе стало во время режима самоизоляции. Соответственно, приладковая часть, которая зачастую, она наиболее является скоплением грязи, стала обрабатывать легче. Ну, вот, если это будет и так дальше, то, наверное, мы все это будем делать быстрее. — Очевидно, что затраты на моющие средства, на химикаты существенно выросли. В бюджете есть деньги для закупки? То есть не было проблем для того, чтобы... — Ну, здесь вы, конечно, абсолютно правы. С точки зрения бюджетного планирования, например, которое было в прошлом году, естественно, текущий год, никто не планировал такой ситуации. Сейчас все средства, те средства, на которые закупаются и дезинфицирующие средства, и шампуни, они идут за счет средств муниципальных предприятий. Другого выхода просто нет. То есть они будут либо за счет прибыли муниципальных предприятий, частично это, по сути, есть тоже бюджет города, потому что прибыль все равно... — Да, я тоже хотел сказать, потому что это муниципальные предприятия. — Да, абсолютно правильно, потому что это все равно муниципальные предприятия. И хорошо, что наши предприятия способны вот в такие критические моменты такие вещи тоже самостоятельно решать. — Важный вопрос. Люди, которые сейчас работают, которые дезинфицирующие работы проводят, они, ну, по большому счету, идут впереди других. Вот как вы их защищаете? — Ну, чем еще хороший в то же время хлорамин-Б, он не требует специализированных средств защиты. Что я имею в виду? Если мы смотрим, когда обрабатывают остановки машин на МЧС, и военнослужащие, которые служат в частях МЧС, это профессиональные войска, и, конечно, когда ты смотришь, как они обрабатывают остановку, это немножечко так, ну, со стороны, может быть, напрягает. То есть он полностью в костюме, в химзащите. Да, это по уставу. Конечно, сотрудники муниципальных предприятий, они в более облегченном варианте, но это обязательно респиратор, это обязательно очки, это обязательно перчатки и сапоги. То есть это вот обязательный набор, потому что все равно так или иначе соприкосновение с лорсодержащими материалами, оно у них достаточно времени длительное, и они должны быть защищены. То есть эта обработка происходит вот именно так. Ну, особенно тех людей, которые непосредственно прямо находятся на улице, они находятся в кабине автомобиля, когда моют уличную дорожную сеть. У вас всего хватает? Трудностей с этим не испытываем, то есть муниципальные предприятия в этом отношении обеспечены тоже полностью. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один сюжет, и затем мы продолжим нашу беседу. Ремонтируют старое ограждение, обновляют урны. В Ленинском районе Самары продолжается месячник по благоустройству. До начала мая запланировано обновить 13,5 тысяч метров ограждений и покрасить 446 урн. Рабочие уже выполнили более 30% от запланированного объема. Убирают и мусор. Трудятся в две смены. Особое внимание – обращением жителей. С людьми через твиттер. Наша служба реагирует на это. И выполняем в рамках месячника. Проводим уборку приладковой части, мех подметания тротуаров, ремонт ограждений, покраска урн. Приступили на данный момент уже к покраске борт камня и покраске деревьев. В этом году коррективы в график уборки внесли ограничительные меры, которые введены в регионе в связи с пандемией. В этом сезоне самарцы не могут принять активное участие в массовых субботниках, но все городские службы по распоряжению главы города Елены Лапушкиной трудятся в усиленном режиме. Александр Вячеславович, я отлично помню, каким красивым был наш город во время чемпионата мира по футболу. Он был просто идеальным, на мой взгляд. В Самаре проводится месячник по благоустройству, и поставленная задача была четкой, ясной и достаточно жесткой – сделать город чистым. Вот как он изменился в условиях самоизоляции? Потому что, ну, очевидно, что ситуация осложнилась, намного осложнилась. Ну, вы абсолютно правы. Если, конечно, еще посмотреть на погодные условия, которые в этом году достаточно ранняя весна, теплая зима, они так или иначе способствовали в начале марта тому, что уже 2 марта глава города подписала постановление о месячнике по подготовке к летнему периоду, и он начинался у нас в соответствии с этим постановлением 16 марта. И должен быть, ну, проходить по 30 апреля. То есть это, на самом деле, удлиненный срок. Обычно начало месячника – это апрель. Начало апреля, в крайнем случае, самый конец марта. И поэтому, конечно, ну, некоторой неожиданностью было вот то, что у нас случилось. То есть начались ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. И, соответственно, сейчас месячник проводит, по сути, только силами муниципальных предприятий. Зима, еще раз повторяю, была теплая, достаточно малоснежная. И, соответственно, после зимних, зимние накопления, так называемые, конечно, были в меньшем количестве. Но все же надо отметить, что отсутствие субботников, на котором большое количество общественности выходит и помогает муниципальным предприятиям города вычищать его, очень сильно сказывается. Особенно это, конечно, вот видно в парковых зонах, когда общими усилиями наваливались, чистили газоны, чистили те места, где были осенние листва. Вот в этом отношении мы сейчас немножко отстаем. Вот. Хотя прикладываем все усилия к тому, чтобы все-таки все вот эти вот последствия ликвидировать того, что у нас людей мало. Но хочу сказать, ну, прежде всего, наверное, как бы поблагодарить те муниципальные предприятия и тех людей, которые так вот самоотверженно трудятся. По сути, у них сейчас времени очень мало, помощников мало. Все происходит только силами муниципальных предприятий. И, несмотря на это, вот уже в сюжете было сказано, то есть какие основные работы проводятся. То есть это ремонт ограждений, рыхление газонов, подбор посторонних предметов, пешеходные ограждения и направляющие ремонтируются, покраска урн, покраска бортового дорожного камня, покраска столбов освещения. Все это проходит в плановом режиме. И если вот посмотреть на процентные соотношения, то мы сейчас где-то подходим так или иначе силами муниципальных предприятий к тому, что Мещник где-то в районе 50% все-таки проходит успешно. Вот уже сейчас примерно 50%. Ну, например, помойки автомобильных дорог, так как она еще у нас связана все равно так или иначе с санитарной обработкой. И мы уже идем по второму кругу. Хотя приладковую часть надо убирать. Мы где-то сейчас на уровне 80%. По замене пешеходных ограждений, по их ремонту на уровне 50%. А у нас еще все-таки так или иначе две недели есть до 1 мая. И, конечно, я еще тут хочу тоже сказать, что не только 1 мая у нас великая дата, 75-летие Победы. Мы пока не очень можем спланировать, конечно, как будет развиваться дальше ситуация. Но однозначно главой города Елены Владимировны Лапушкиной всем руководствам города ставить задачу, что к 9 мая, к 1 мая город должен плестеть, он должен быть в идеальном состоянии, он должен приветствовать праздник Победы во всеоружии. Что еще предстоит сделать? Вот вы сказали 50%, что сделано тоже понятно. И еще важный вопрос, может ли так произойти, что месячник, например, будет немножко увеличен по срокам? Мне вот по этому поводу трудно сказать. Я думаю, что сроки вряд ли будут увеличены, потому что мы должны привести город к определенному сроку, в определенной стадии. К 1 мая. Поэтому сроки 30 апреля вряд ли будут изменены. А вот если, конечно, судьба благоволит, и режим самоизоляции будет снят, и мы сможем, чтобы хоть прошел один субботник совместно, чтобы весь город вышел и смог помочь. И муниципальный предприятий был, конечно, блестящий. И мы на это немножко надеемся. Ну вот вы считаете, сейчас какие наиболее важные работы надо доделать? Ну, прежде всего, у нас сейчас идет достаточно комплексная работа по улицам. То есть сначала отмываются улицы, отмываются ограждения, отмываются столбы, отмываются остановки, отмываются столбы, которые прилежат ТТУ, рекламные конструкции. После этого идет покраска. То есть сейчас основное у нас, вот мы где-то на концу этой недели, к 18 числу поставлена задача в основном промыть весь город и очистить ограждение. После этого начинается покраска бортового камня, покраска ограждения, покраска деревьев. Ну, в общем, все, что приводит уже город в культурное состояние, в эстетический вид. За все это время, вот уже надо тоже отметить, аварийный ямочный ремонт сейчас идет достаточно быстрыми темпами. У нас водопропускные трубы, 111 труб, полностью прочищены. То есть город готов в случае каких-то вот паводковых вопросов. И просто вот дождей полностью готов в этом отношении. То есть сейчас уже как бы промыли? Да, и все это сделано силами муниципальных предприятий. Ну, в общем-то, в среднем у нас где-то порядка 700-800 человек задействованы ежедневно на этих работах. Ну, я имею в виду в комплексе всех совместных предприятий, потому что здесь МФБ, благоустройство у нас, инженерные системы, парки Самары, гор Зеленхоз, Самара-Горсвет, набережные Самары. То есть это вот все предприятия, которым принадлежат, ну, в каждом свое как бы имущество, они за ним ухаживают сейчас и следят. Вы довольны тем, как мусор выводится, как газоны очищаются? Ну, еще раз хочу сказать, я, конечно же, хотел бы, чтобы все это делалось быстрее. Я думаю, любой житель города, который смотрит и наблюдает за городом, пусть из окна, тоже хотел бы это делать. Но вот сейчас мы имеем то, что имеем. То есть теми ограниченными силами, насколько это возможно, мы это делаем. Если бы, конечно, я еще раз говорю, было хотя бы там уже два субботника, прошло, как и планировалось, было бы все значительно сейчас чище. Но это не означает, сроки есть сроки, и к 1 мая неукоснительно все будет сделано. При любой ситуации. Намного, кстати, стало меньше людей у вас по ощущениям, потому что ведь вот эта ситуация, она часть сотрудников заставила отправить на удаленку. Ну, абсолютно правильно. Надо отметить, что муниципальные предприятия, которые работают, они относятся все-таки к предприятиям жизнеобеспечения, и, конечно, там муниципальные предприятия благоустройства, оно не может остановить свою работу. Город должен чиститься, мусор должен собираться, вывозиться. Вот, но однозначно, это при, все работы проходят с тем, что все меры предосторожности, в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, они соблюдаются маски, соблюдение дистанции даже между работниками. Все сотрудники, из которых старше 65 лет, они до 30 апреля у нас на удаленке. То есть максимально сделано все для того, чтобы сберечь здоровье людей, потому что все равно в конечном итоге это, конечно, основное. — Вы знаете, о чем сейчас подумал, Александр Вячеславович? Вот ценить начинаешь то, что имеешь, только тогда, когда это теряешь. Я к тому, что вот я бы сейчас с удовольствием вышел на субботник, с удовольствием взял в руки грабли и с удовольствием поработал бы на улице. Но я надеюсь, что скоро у нас эта возможность появится, и, соответственно, мы сможем все вместе доделать то, что еще не доделано в нашем городе, и регулярно приводить его в порядок. Вы абсолютно правы, я тоже очень на это надеюсь, думаю, что всю эту ситуацию мы точно преодолеем, и Самара будет цвести, как и цвела, и еще будет краше. Напоминаю, моим собеседником был Александр Андрианов, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара, руководитель управления благоустройства. Берегите себя, сидите дома. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин